Актуальная тема на Тагил ТВ. Сегодня у нас в студии заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров. Ну и собственно о социальной сфере нашего города мы и будем говорить. Добрый день. Добрый день, Олег. Валерий Георгиевич, на прошедшей неделе губернатор Евгений Куевышев отменил ковид-ограничения, которые действовали, даже, наверное, можно сказать, с 2020 года набирали только силу. Как это сказалось на детских садах, школах? Какова у нас сейчас заболеваемость? Видимо, отсюда и было, произошло вот это вот снятие. Ну, если смотреть на фоне всей области, да, действительно, снижение у нас тоже в городе есть. По отношению со следующей недели у нас снижение произошло с предыдущей недели на 53%. В общем-то, это, я бы сказал, значительно. И я думаю, что в ближайшее время произойдет уменьшение койко-мест в наших лечебных учреждениях. Там, где расположены сегодня у нас больные с ковидом, это психиатрическая больница, это опять городская больница номер один и инфекционная больница. Вот если говорить по нашим учреждениям, по дошкольным и по школам, то, в общем-то, у нас нет ни одного класса и группы, которые были бы закрыты на карантин по ковиду. У нас сегодня есть закрытые 7 групп в детских садах, но это по ОРВИ, и 44 класса это по школам. Но эта ситуация, она у нас обыденная, она происходит ежегодно, в пике, когда у нас заболеваемость растет гриппом и общераспиратурными заболеваемостью. Поэтому здесь, как бы, ситуация, она сегодня понятна. Если говорить по ограничительным мерам, то все-таки мы на штабе, у нас было принято решение, и это, в общем-то, говорил и губернатор, хоть это не отражено в документах, что сегодня, да, действительно, мы открываем двери в наши учреждения, как в школьные, дошкольные системы домообразования, но с одним маленьким «но». Все приходящие в учреждения, в том числе родители, они должны быть в масках. Это одно из требований. И если система дополнительного образования, то на всех мероприятиях, соответственно, тоже мы будем требовать людей, чтобы они носили маски. Ну, мы должны понимать, что это тоже не на постоянное время, что это до определенного времени. Но мера эта на сегодняшний день необходима. И, соответственно, все те нормативные меры санитарно-пределивнические, которые сегодня определены, были Роспотребнадзором, они также все остаются. По спортивным школам, как у них соревнования и тренировки, процесс тренировки? Ну, в принципе, как спортивные школы и учреждения культуры, они также выходят в нормальный режим работы, в штатный режим работы, с теми ограничениями, о которых я сказал ранее. Ну, и мы тоже должны понимать и просили бы нас понять родителей в первую очередь, да. Если раньше мы все-таки требовали, чтобы они находились за пределами учреждения, то сегодня они могут находиться внутри. Но, опять же, просьба быть в масках. Давайте поговорим о развитии сети, образовательной сети в нашем городе. 23-я школа, в ней ведется капитальный ремонт. Как он продвигается? Чем сейчас там занят подрядчик? Ну, 23-я школа, она у нас практически уже на чистовой отделке. Буквально завтра Владислав Федорович поедет в это учреждение. Смотрите, в общем-то, как продвигаются у нас работы. И это, в общем-то, здорово. Я думаю, что здесь у нас опасений нет, что данный объект будет сдан вовремя. К первому сентября дети зайдут в это учреждение. Если говорить уже о других объектах, которые сегодня у нас есть с вами, и есть у нас или нет опасения в части, будут ли выполнены контрактные обязательства, это городской дворец детско-юношеского творчества. Да, есть у нас там определенные проблемы. Но это проблемы чисто технического характера, потому что по ходу нам приходится немножко проект корректировать по ряду причин, так как проэтант... Ну, есть вопросы, на которые сегодня практически мы ищем ответы, и, соответственно, эти ответы приходится реализовывать в жизни. Если говорить по оборудованию, то оборудование практически у нас... Мы успели закупить. Сейчас просто идет комплектование его, вот. И постепенно его будем завозить. То же самое сегодня и происходит с мебелью. Та, которая необходима, будет у нас во дворе. Там в том числе и за границей приходилось, да, для ГТТ закупать? Да, да, комплектующие в том числе. Все сегодня собираются полностью практически... Оно уже на территории... На территории России, да. Оно на территории России уже у нас. Вот. Если говорить по доме Акуджава, здесь, понятно, сегодня буквально мы проводили рабочее совещание. Оно касалось в первую очередь тех недочетов, которые сегодня выявились на момент демонтажа, в том числе и кровли, когда сняли штукатурку, тоже увидели кое-какие проблемы. Вот. В части технической вот в этом решали, как мы будем это устранять. К какому-то решению там пришли? Да, к решению мы пришли. Есть небольшое удорожание, но удорожание касается как раз не материалов, а объемов работ, именно связанных с объемом работ. Эти работы, они... Их видно, что действительно их необходимо делать. Ну и, в общем-то, я думаю, что к дню города мы должны справиться, и данный объект тоже должен быть введен в эксплуатацию. Что с конкурсами по капитальным ремонтам 48-й школы и молодежного театра, поскольку информация была о том, что подрядчик не был определен. Не там, не там. Ну да, действительно, у нас молодежный театр мы отыгрывали. Подрядчик не нашелся, никто не заявился на данный объект. Соответственно, конкурс был признан несостоявшимся. Сейчас прорабатываем вопрос, и он, по всей видимости, будет... Повторно будем его объявлять. И параллельно, в любом случае, будем смотреть, скажем так, о тех моментах или о тех удорожаниях, которые произошли на сегодняшний день. Но, в первую очередь, удорожание у нас пойдет, мы понимаем, это оборудование сценическое, это световое и звуковое оборудование, это самые дорогие вещи, которые, поэтому... То есть, в принципе, из-за цены, да, о том, что произошло удорожание? Да, из-за того, что произошло удорожание и нет понимания цены, никто не заходит на данный объект. Единственное, что нас успокаивает, что все-таки объекты, они двухгодичные. Вот, что 48-я школа, что молодежный театр. И сегодня уже неоднократно говорилось, что на уровне правительства обсуждается вопрос как раз об изменении платежной системы для таких объектов. Мы надеемся, что в ближайшее время все-таки какие-то меры будут приняты со стороны государства. И мы, по крайней мере, найдем того подрядчика, который готов будет зайти и уже выполнять данные виды работ. Если говорить по 48-й школе, то же самое. Конкурс у нас заканчивается завтра. На данный момент пока, скажем так, заявок не было, но мы надеемся, что все-таки найдется подрядчик на данный объект. Ну и, соответственно, в принципе, пути решения проблемы точно такие же, как мы по молодежному театру. А подрядчик, который ведет 23-ю школу, 24-ю ремонтировали, они пока не планировали? Нет, вот подрядчик по 24-й школе, он как раз изучает всю документацию. И, в общем-то, мы надеемся, что кто-то из них все равно заявится на данный объект. Ну и, соответственно, у нас также взяли документацию на изучение еще две организации, в том числе по молодежному театру, но пока мы не знаем. Ну, то есть кто-то все равно знакомится и проявляет интерес. Организация, они знакомятся с конкурсной документацией, с теми объемами, которые там отражены, и с теми деньгами, которые на сегодняшний день там определены. Тот же вопрос хочется задать по проекту Стелы «Город трудовой доблести». Там тоже, насколько вам в курсе, произошло повышение цен. И документацию с конкурса сняли, да? Нет, документацию с конкурса не сняли, ее еще не объявляли. Конкурс, потому что сегодня буквально мы получаем ценовую экспертизу на данный объект и уже заходим на конкурс. Но здесь у нас же есть с вами, скажем так, потенциальные исполнители работы. Это художники. И все, что связано с алюминием и так называемой плазменной резкой, это единицы организаций, которые эту работу выполняют. Но все эти организации, практически они изготавливают по всей России вот эти вот Стелы. Они нас заверили, что на сегодняшний день у них закуплен материал. Алюминий, который необходим в том объеме, они успели его закупить, в котором был он необходим. Понятно, что удорожание будет, но мы думаем, что... А по каким позициям тогда у нас удорожание? Ну, удорожание, я думаю, будет у нас по нержавейке и по бронестеклу может пойти. Там частично металл есть. Но мы должны понимать, что по маленькой оно везде будет удорожание, по кусочкам набежит. Но я надеюсь, что все-таки здесь мы отработаем и данный объект, в любом случае, к дню города. У нас обратного пути просто нет. Мы обязаны к дню города его сдать. Власти Белорусского Бобруйска предложили, вот на прошлой неделе, глава города провел видеосвязь с ними, предложили подписать соглашение по братимстве. Какие могут быть контакты налажены? Там культурные, спортивные, не знаю, по каким программам? Ну, да, это такая, скажем, была первая информационная встреча между глав двух городов. В общем-то, после этого к нам поступили, так скажем, ну, во-первых, сейчас мы изучаем экономику того города, это именно Бобруйска, Бобруйск изучает нашу экономику, да, и те направления промышленности и экономики, которые есть на территориях. И мы совместно уже будем искать, по каким направлениям мы можем уже взаимодействовать. И сегодня, как бы, мы определяем для себя, в первую очередь, понятно, что это будет, конечно, культурная программа, это однозначно, в которых направлениях мы будем работать. Это и в части проведения спортивных мероприятий, это тоже прозвучало, что мы, в принципе, у них есть очень интересное соревнование по видам спорта, куда наши ребята могут ездить. Ну и, соответственно, у них очень много проходит, опять же, вернёмся к культуре, очень много проходит различного типа фестивалей и конкурсов. И, в общем-то, они уже практически нас пригласили. Так называемый, по-моему, называется у них фестиваль «Венок дружбы». Вот, на этот фестиваль пригласили. А мы, в общем-то, со своей стороны уже пригласили как на День города, и фестиваль «Булата Акуджава», который у нас тоже пройдёт, что они, в общем-то, могут принять участие. Но я думаю, что это так вот. На вскидку решение было принято, но сегодня мы обмениваемся материалами, предложениями, будет разработан совместный план взаимно согласованный, в каких направлениях мы будем уже взаимодействовать. Не могу не задать вопрос по тем событиям, которые связаны с Украиной. Какая поддержка оказывается республикам, ну и тем освобождаемым территориям от нашего города? Ну, во-первых, у нас с вами открыт, работает два основных пункта сбора помощи для жителей Донбасской и Луганской области, или жителей Украины, да, в том числе. И, в общем-то, сегодня основной пункт это у нас в медицинском колледже, это пункт Красного Креста, куда сегодня стекается, скажем так, вся гуманитарная помощь, это в части медикаментов, продуктов питания, частично одежды. Конечно, сегодня буквально две газели ушли в Екатеринбург, на центральный пункт сбора, где уже будет формироваться фура и пойдет дальше. Но я думаю, что до конца месяца уже взаимопонимание есть. Глава города лично провел, скажем так, переговоры с руководителями предприятий и организаций, которые готовы сегодня сформировать свою фуру полностью и автопоездом именно от города Нижний Тагил, жителям Донбасса отправить именно из города Нижний Тагил. Вот, над этим мы сейчас отрабатываем. Я думаю, что к концу месяца мы такой, скажем так, автомобиль отправим отсюда из города. По самим беженцам есть кто-то в город прибыли, нет? Ну, пока у нас находится на территории города, вот уже порядка, наверное, третьей-третьей недели пошла. Это одна мама прибыла с двумя детьми, она приехала сюда к своим родственникам. Дети сегодня определены у нас в учебное заведение, с питанием вопрос, в принципе, тоже решен, как бы вопросов нет. Ну и то, что прозвучало, вчера буквально, что на территории Северной области должно приехать порядка 1600 человек. Ну, мы, в принципе, готовы, если необходимо будет, город готов принять семьи. Где-то определены базы и куда? Да, у нас по предыдущему, как в 2014 году, у нас было два объекта. Это база Соловейная роща Уралвагонзавода и гостиница Института испытания металлов на Старателе. Благодарю вас. На наши вопросы сегодня ответил заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров. Всего доброго. Оставайтесь на Тегил ТВ.